Николай Корнеев на празднике в почетном первом ряду, где сидят ветераны. На фронт ушел в 45-м, ему тогда не было и 18-ти. Служил в авиации стрелком-радистом, потом была советско-японская, вернулся с победой. Вспоминает, в Дом офицеров, где сегодня его, защитника Отечества, поздравляют с праздником, в начале 40-х приходил на танцы. Зал всегда полон был, и как будто никакой войны. Хи-хи, ха-ха, смех, музыка. Отсюда прямо на фронт уходили ребята. Прямо вот с танцев, танцы закруглялись, на полуторки, на грузовые. Какие машины были, ну и в кузов прыгали. В зале защитники Родины всех времен, участники локальных войн и те, кто победил фашизм. Специально для них красочное представление. В преддверии народного праздника защитников Отечества поздравили первые лица города. Всегда этот праздник олицетворял благородство, мужество, подчеркиваю, неспособность нашей армии, которая позволяла нам надежно охранять рубежи и давала нам возможность спокойно развиваться уверенно, глядя в будущее. Примите самые искренние поздравления с этим днем. Мне очень приятно, что сегодня мы можем поздравить всех тех, кто сегодня отдает свой долг, кто служит в армии сегодня, кто уже отслужил, всех наших мужчин, которые любят нашу Родину, всех наших женщин, которые защищали и защищают ее. Я поздравляю вас всех с этим замечательным всенародным праздником. На праздники участникам ветеранских организаций вручили почетные грамоты и благодарственные письма. А когда зазвучала песня, ставшая гимном российских офицеров, весь зал встал. Алина Чемерис, Станислав Левин, События.